Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи управления активами. И с нами сегодня управляющая активами из города Наровля, Беларусь, наша коллега Екатерина Вишнева. Екатерина, добрый день! Всем здравствуйте! Ну что, посмотрим, что у нас на рынке и как сегодня заработать деньги. Видим хорошо. Все видно? Ну я пока свое обеспечу, чтобы не привлекать внимание. Ну давайте тогда посмотрим сразу золото. Так, что у нас по золоту? По золоту вчера очень хорошо сходили вверх, сегодня у нас там какая-то статистика будет. Может быть, пособие по безработице, по-моему. Ну, на сегодня я ожидаю еще золото все-таки, что, возможно, оно еще вкринет вверх к уровню 1362 хотя бы. Ну и вообще, если на этой неделе, если посмотреть по неделю, мы перекрыли такой бычьей свечой двухнедельное падение. Если нас удержат на этой неделе хотя бы выше 1362, то я думаю, на следующей неделе все-таки мы еще сходим к целям 1375 где-то. Если же нет, если же будем закрываться на неделю за 1350, тогда, я думаю, уже будем искать шанты. Ну, вообще, у нас такой восходящий канал, где нижняя граница 1250, верхняя, высоко 1500. Вот, так мы туда пойдем, не пойдем, будем смотреть. Вообще торгуем, конечно, по ситуации. Ну, на сегодня еще, мне кажется, на статистике мы сходим к 1362. Ну, у меня покупки по золоту, я туда ожидаю. Цели вот такие на сегодня по золоту. Так, и по серебру тоже я в покупках. Ожидаю рост к уровню 1735. Так, если под мелочкой посмотреть тоже вчера так хорошо вверх сходили. Если будем уходить ниже 1680, тогда, я думаю, прогуляемся к уровню 1640 еще вниз. Тоже видим восходящий канал, нижняя граница 1640, верхняя 1770. Если на этой недельке закроемся выше 17, я буду ожидать на следующий, что мы пойдем где-то 1770 после игры. В общем, на сегодня, пока еще я остаюсь в покупках и до конца завтра еще посмотрим, как мы будем закрываться и уже будем принимать решение. Но пока ожидаю хотя бы на этой неделе еще завтра до 1735 по серебру рост. Ну, буду смотреть, конечно же, как мы будем закрываться сегодня как-то и тогда принимать решение. Ну, вот так, в принципе, коротко. Ясно. А еще у меня одна позиция есть по канадцу. Я ожидаю. Давайте посмотрим подробнее. Мы сходим к уровню поддержки 1.24. Я сейчас встаю в шортах. Ну, и туда жду цель на канадку. Как мы будем закрываться сегодня, посмотрю. Ну, я думаю, не туда исходим. Потому что дневная свеча такая у нас. Вчера мы закрылись. Ниже уровня сопротивления 1.25.56 у нас было. Вот. И сейчас вот опять вошли на этот канал. Торговались 1.24, 1.10, 50, 5, 60. Вот сейчас мы в середине этого канала. Ну, я думаю, все-таки вот вниз к этой цели 1.24 мы сходим. Поэтому вот в шортах не буду ждать. Туда, внизу, все пока канаду. Ну, и все. Понял. Позиций никаких нету. Ага. Хорошо, Екатерина, заходите в эфир. Вопрос у меня. Медь, вы сейчас перестали торговать? Да, я ее не смотрела. Но сейчас пока не было такая активная неделя. Она торговляет. У нас какие-то дела были. Порекоменем. То есть она понсиротная. И не сношировать сегодня смотрела. Потому что я ее не смотрела. Как и что там. Поэтому вот так. То есть она по-прежнему для вас представляет меньше интереса. И если там времени немножко не хватает, вы ее как бы просто отодвигаете, да? Да, да. Я как бы... Вообще я ее и так не торгую. Просто просили вы тогда отключить в обзор, и я ее смотрела. Ну, так как... Вообще я ее не торгую, но не хочется, конечно, в лишний раз так. То есть она... Нет, но я думал, может быть, она вас увлечет, и вы начнете ей торговать. Потому что многие люди торгуют медью, это без сомнения. Но видите, не увлекла вас медь, я понял. Ну, да, про камеру. Но если кому-то что-то интересно, то ставить наше, то я тогда рассмотрю. Нет, нет, нет. Раз вам не интересно, ну, вы попробовали, там, не увидели торгового интереса, поэтому зачем мы будем этим заниматься, естественно. Как ваши отношения с криптовалютами, Екатерина, складываются? Пока никак, я не торгую. Понятно, не хочется ни. Я думаю, что мы сейчас идем, конечно, в ООН, но, ну, не знаю, так что не верю я пока особо на больницу. Кажется, что что-то там... Пока понаблюдаю. Я понял. А вот интересно, они вам сами не нравятся по себе, или вот техническая картинка, вы как бы считаете, плохо видите ее? Или просто сами вот настолько вызывают подозрения, что лучше туда не ходить? Во-первых, криптовалюта, она так ходит в основном на новостях, столько разных новостей, непонятно, куда и что. Ну, и по технике тоже. Мне кажется, все-таки еще вниз как-то она смотрит. Криптовалюта, и биткоин, и остальные, и зимы не повторяют. Ну, посмотрю. Хочется ниже везти цены, и оттуда уже возможно купить. То есть шортить? Пока шортить я не хочу, но если бы пониже скользить, я бы и купила. Мне кажется, еще не сделано из-за цены, по-другому, по-другому, которые должны быть. Поэтому я сижу и могу. А как там будет дальше, посмотрим. Я понял. А шортить, вот у вас и так, как рука не поднималась, шортить инструмент, а так и не поднимается, да? Рука не поднимается, да. Это вот чисто психологическое, я думаю. Тут как бы... Ну, я думаю, да, это психология большую роль играет. Ага, понятно. Потому что, ну, вы же видите, да, у нас сотни людей у вас на глазах и продают, и покупают. Поэтому как бы... Да. Вот что значит, стратегия уже сработалась, уже в голове отложилась, и уже ее перебороть трудно. Это, конечно. Да и незачем. Зачем? Своего часа на вход в лонг вы, конечно, всегда найдете. Эдуард пишет, Екатерина только металлы торгует. Но сейчас получается, что да. Ну, не только металлы. Я валютная пара сейчас торгую, тоже активная. Вот. Фунт торговала, это не было как раз. И шорт, и линка. В общем, так. В каналах торговала. Но в основном, да, металлы. Ну, что-то, что-то. Понятно, если, да, и тогда уже доходы. Я понял. Кстати, как неделя прошла у вас? Получилась доходность показать? Да, неделя прошла, не простая. Завтра, возможно, не буду. Я так посмотрела по статистике, у меня пятница такой невидящий день. Я решила, в пятницу не торговалась вообще. Поэтому сегодня вот так закрою. Прибыль есть. Хочу еще каких-то добавить. Ну, все. Я понял вас. Ну, я могу сказать, что пятница для многих трейдеров трудный день. Мы очень часто забываем о том, что, да, так сказать, эффект пятницы. Многие закрываются. Многое разворачивается. Причем разворачивается в разное время. И угадать трудно. Поэтому, как бы, да, это пятница, это вечная тема. Тут все оправдано. Но я, коллеги, дополню Екатерину. Она не будет торговать, но смотреть Ютрейд ТВ она будет. Ну, это истинно постоянно. Вот видите, как я угадал. Как я угадал. Здорово, здорово. Екатерина, как погода у вас сейчас? Уже пришла весна? Нет, еще весна не пришла. Так. Ну, и не холодно, скажем. Но весну пока не чувствуется. У меня осталось совсем немножко. Сугробы меньше метра уже? Ну, да, уже подрастает. У нас тут уже был снег и павел. В общем, зима, если в целом посчитать, сколько у нас. Ну, месяц, скажем, снег у нас лежит. Морозы. А так, в принципе, у нас не холодная зима, что радует. Хорошо. Весна, ну, у нас, как обычно бывает, знаете, зимой весна, осень, а весной зима еще. В апреле может быть осень. Поэтому хочется тепла, но тогда мы будем лежать. Нет, я тоже, кстати, не жалуюсь в этом году, потому что в Москве, ну, последний месяц холодно и снег, а так-то декабрь, январь будет прекрасно вообще. Там, начало января, так прям здорово, здорово. Такая европейская была зима, а потом, бах, и нам напомнили, что нет. Европа, Европа, ну. Ну, да, мы все-таки. Ну, зимы-то хочется, естественно. Детям хочется. На санках, с горки покататься. Я и сама-то покаталась с детьми. Хорошо. Ну, недолго. Хочется с детьми недолго. То есть вы пару дней покатались, и вам достаточно? Да, повеселились. Как, кстати, вы искупались в этом году на крещении? Я видел видео, как здоровье, не простыли, не закашляли, все нормально прошло? Нет, не простыло. Во-первых, я закалялась сейчас на крещение, и после крещения еще ходила. Вот, закалялась тоже. Очень мне нравится это дело в следующем доме, тем более глобальным. Походить по закаляциям не хотят. А вы через деньги выходите. Да за что? Екатерина. Да, это, знаете, как... Такой адреналин какой-то. Ну, непонятно, когда выходишь из холодного дома, сколько радостей у ребенка. Поэтому мне очень нравится. Я думаю, очень будем дальше заниматься активно. Заталью. Я, кстати, увидел, что и Александр тоже нырял, было видео. Это я не пойму, это вы его с пути истинно разбиваете? Или как это случилось? Ну да, мы вместе поддерживаем друг друга. Он вообще молодец. Он оказался более закаленный. Я еще не настолько, мне кажется. Серьезно? Понятно. Понятно. Ну, мужчина, мне кажется, ему как-то лучше в холодной воде. Он же более такой горячий. Я такая, вы знаете, нырзрячка. У меня ноги постоянно очень холодные. Для меня залезть в прорубь, это, конечно, очень прибавляет себя. Каждый раз идешь, и каждый раз через силу. Ну, потом, когда выходишь, у меня будет радости очень много. Я понял. Как ваша свекровь себя чувствует? Что она вам сказала? Поддержала вас в этот раз в нырянии? Я всегда поддерживаю. Умничка. Ну, у нее, конечно, немножко все здоровье. Мы очень операции там делали. Ну, так. Слава Богу, идет уже на поправку. Слава Богу, все хорошо. Здорово, здорово. Так она в этот раз не присутствовала на вашем ныряде? Нет, не получилось. Она в больнице. Я помню, как она вас в прошлый раз поддерживала, когда вы ныряли. У нее и у меня был одинаковый ужас в глазах. Но я рад, что вот такие вот ныряния, купания зимние, они обходятся без простуды, без ничего. Вот прям даже удивительно, как это может быть, да? Ну да, я у них как-то не подумала, но вот так. Организм хорошо воспринимает. Да, всем, у кого, конечно, какие-то болезни, там, сердцем проблемы, то есть у нее нельзя ходить. Хотя у нас, вы знаете, ходит парень один, у него тоже серьезные проблемы с сердцем, но он ныряет и нормально, говорит, хорошо себя очень чувствует, удивительно. Поэтому, это, наверное, зависит от настроек. Кто как себя настраивает, это вот потом какие ощущения. Если человек не хочет, то через путь лучше не идти, потому что заболеть. Не-не-не, вот Сергей правильно пишет. Если бы я залез в прорубь, это был бы последний день моей жизни. Это, видите, я же говорю, это зависит вообще от настроек. Если человек настроен, и ему это нравится, то, я думаю, никогда не заболеет, и все будет хорошо. Естественно, после проруби прийти домой, чайку горячего сделать, с йодиком. Ну, и все, и тогда никогда не заболеешь. А если ты не настроен, нет вообще никакого желания больше. Я понял. Понятно. Нет, Екатерина, для нас нырять в прорубь зимой, это все равно, что, знаете, для вас биткоин продавать. Игорь, вы попробуйте, вам понравится. Нет, Екатерина, я вам верю, я вам верю, да. Но мы с Сергеем, мы сделали свой выбор. Возьмите с собой термос чая. Ходите в следующем году, попробуйте, на крещение хотя бы верните. Адреналинов будет много и радости будет тоже очень много. Ну, а потом, кто знает, нравится, убедится, закаляться все время. Вот умеет, Екатерина, убеждать, ничего не могу сказать. Жену возьмите с собой, она вас поддержит. Попробуйте. Бодрит очень такое ощущение, непередавание. Я вам верю, но боюсь, что моя жена меня не поддержит. Она в этом плане тоже, знаете, такая прагматичная. Все-таки, действительно, а вот вас кто убедил, так сказать, нырять? Как это, кто? Кто, я сама за... Вообще, первый раз, когда я пошла, меня убедила старшая дочь. Она говорит, мам, вот давай сходим вместе, да? И она первый раз со мной тоже ныряла. Это было два года назад. Да. Вот первый раз мы пошли с ней. Наверное, да, маленькая же была? Девять летом, да. А, девять лет тогда было, да? Да. Я ей просто пообещала, я не смогла не сдержать свои обещания, и мы пошли. И вот так вот первый раз это делала. И понравилось. И все, и все, и все, и все, и все, и все. Детям год. Как ей с мамой повезло. Вот если бы она мне сказала это, я бы Google поставил, финансирование решил. Там пошли бы, пошли бы там, знаете, жестокие кары и наказания. А мама смотри. Да, пойдем, дочечка, нырнем в проворышку. Я вообще такая, знаете, люблю что-то перебаривать себя. Это закаливает вообще. Так что всем рекомендую. Екатерина, вы же она? Да, да. Если чего-то боишься, то нужно обязательно это сделать. Все. То есть вы такая человек по натуре борец получается, да? Да. Да. Понятно. Это вообще удивительно, да? Коллеги, вот согласитесь, хрупкая девушка, вот такой борец. Как характер, так сказать, определяет человека действительно. Вот мы бы с Сергеем Месс забились бы в угол и сказали, не отставьте нас, не трогайте нас. Мы не будем нырять ни при каких обстоятельствах. Ну здорово, здорово. Можно просто что-нибудь, наверное, поспорить на что-нибудь такое существенное. И тогда в следующем году пойти. Чтобы мотивация какая-то у вас была. Да, да, да. На пару биткоинов поспорить, чтобы деньги на похороны были. Я вас убираю, не заболеется даже. Друзья, кто хочет в следующем году на крещенские события вот эти все нырнуть в прорубь и проверить на себе, заболеете или нет? Вот. Вот видите, что-то нет желающих никого. Вроде парни такие все энергичные, боевые, а желающих пока не видно. Хорошо, Екатерина. Нет, я, конечно, вообще искренне восхищаюсь, что люди так находят в себе силу. И все говорят, никто не заболел. Действительно, таких, чтобы заболел, я не слышал рассказов. Значит, действительно, это можно делать. Но, надеюсь, кто-нибудь решится. Илья Кравцов пишет. Мне сейчас не с кем, я бы тоже прыгнул. О, понятно. Дим Юрьевич пишет. Сильный человек, не зря торгует именно металл. Да, у Екатерины характер кремень, это правда. О, Илья Кравцов пишет. Я один раз купался. Серьезно? Ну, отлично, это хорошо. У нас здесь кромок сделали, люди спасают. И там постоянно контролируют. Очень, даже можно одному ходить, не страшно. Там всегда выходит человек, но за тобой, если что-то поможет, вытащить. Ну, вот, хорошо. Можно ходить. Ну, одному, конечно, в том случае нельзя идти, не обречь, потому что люди вводят пасталки, сделаны это все. Лучше не рисковать. Даже если у тебя что-то хорошо, вот, я не свой. А всякий случай, если вдруг какой шок там или чего-то, да? Конечно, 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 все может быть. Могу сверху может быть. Лучше, что, либо скрыто идти, либо тогда идти там, где есть спасательные эти станции. Только так. Я понял вас. Илья Кравцов хочет вам слово сказать. Да, Илья, заходите в эфир. Да, да, здравствуйте, Игорь Николаевич, здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Спасибо. У нас волга проходит века. Вот. И мы пошли с другом прыгать. А там был такой маленький, маленький бассейн. Ну, а там температура доходила к нулю. В общем, на самом деле, там было еще холоднее. И вот я оттуда еле вылез тоже, ну, очень было холодно, но здорово, ощущения, конечно, непередаваемые. Я понял вас. Вообще вода в проруби, она плюсовая, плюс 3, наверное. Да, да, получается, еще за счет течения реки вода была плюсовая в самой речке, а в бассейне она, получается, стояла и, ну, практически там чуть ли не коркой покрывалась, но, получается, по факту вода еще холоднее была. Не, ну, понятно, что подо льдом вода должна быть плюсовая, потому что если она нулевая или минусовая, она замерзнуть должна, это понятно. Ну, да. Ясненько. Хорошо, спасибо большое, Илья, вам за ваш вопрос. Екатерина, спасибо вам за ваш обзор и за очень интересный рассказ о том, как грамотно купаться в зимней реке. Вам хорошего настроения и удачной торговли. Да, всем тоже хорошего настроения, хороших торгов, прибыли побольше. До встречи. Спасибо. До свидания.